Всем привет! С вами Сергей Пузынков и это Frontend Science. И мы продолжаем наши выпуски вопрос-ответ. Итак, Екатерина спрашивает, должен ли профессиональный фронтенд-разработчик иметь опыт прототипирования UI и UX? Я думаю, что профессиональный фронтенд-разработчик должен разбираться в UX. Например, когда дизайнер присылает новый макет, очень часто он не продумывает абсолютно всех пользовательских сценариев, и, соответственно, это уже будет ваша работа доработать их. Например, у вас есть какая-то большая форма и вам необходимо продумать, что если пользователь не введет какое-то поле или же введет его неправильно, то необходимо вывести сообщение об ошибке. Очень часто дизайнеры забывают об этом. И если у вас есть достаточный опыт разработки интерфейсов, соответственно, вы можете это сделать абсолютно сами, без привлечения сюда дизайнера. Если будет впоследствии необходимость, вы сможете утвердить то, что вы разработали вместе с дизайнером. Но очень много базовых вещей вы можете делать сами, не затрачивая время на коммуникацию. Я думаю, это очень удобно и очень классно. По поводу вакансий, которые требуют умения разрабатывать и прототипировать интерфейсы. Дело в том, что вакансий на самом деле на рынке очень много. Часть из них исключительно направлены на JS-разработку. Есть фулл-стэк, допустим, разработка на JS. Есть вакансии, которые больше направлены на работу действительно с интерфейсами и, соответственно, с прототипированием. Есть вакансии, в которых требуется дизайнер-разработчик. Такие вакансии тоже существуют. Если смотреть на текущую ситуацию на рынке, то не очень много есть вакансий, которые требуют одновременно и разработку логики на JavaScript, верстку, а также полное с нуля прототипирование интерфейсов. Хотя такие вакансии существуют, и я думаю, такие компании обязательно найдут себе разработчиков, которым нравится и прототипировать интерфейсы, и дизайнить их, и разрабатывать впоследствии логику на JS, HTML, CSS. Ну и напоследок я хочу порекомендовать вам читать статьи по разработке интерфейсов, в том числе и по дизайну, и по разработке интерфейсов. Это будет очень вам полезно для расширения вашего кругозора. Соответственно, вы будете делать не только классные, быстрые интерфейсы, но и действительно удобные для пользователей. Следующий вопрос нам прислал Дмитрий. Стоит ли идти на курсы Frontend? Мое личное мнение, что стоит. Я сам хожу на различные курсы, когда мне необходимо как можно скорее вникнуть в какую-то объемную технологию или какой-то фреймворк, я пользуюсь курсами. Для чего я это делаю? Дело в том, что на качественных курсах, во-первых, у вас вся информация, в которой обычно очень большой объем, она структурирована. Второй момент, очень много практики. На качественных курсах всегда очень много практики. В большинстве случаев теория дается в формате практики. Мы просто берем и разрабатываем какое-то приложение. Соответственно, таким образом, благодаря курсам, вы в кратчайшие сроки получаете необходимый опыт работы с какой-то технологией или фреймворком. Второй вариант, это самообучение. Здесь нужно намного больше упорства, а самое главное, чего обычно не хватает, это менторской поддержки. Дело в том, что когда вы разработали что-то, очень часто не хватает поддержки от более опытных коллег, которые смогут вас направить и подсказать, где лучше доработать, а где вы отлично справились и так дальше нужно продолжать делать. Если мы говорим про фронтенд в целом, это очень-очень большой объем знаний. На самом деле, сейчас в интернете очень много бесплатного контента. Но самая главная проблема в том, что нет четкого пути, что необходимо изучать с самого начала, что можно отложить на потом, какие задачи решать, на каких задачах тренироваться, что вам даст наибольшую пользу в кратчайшие сроки. Ну и последний момент, вам нужно кому-то показать свой код, который вы написали, чтобы вам дали на него фидбэк. В принципе, как и на реальной работе, когда вы пишете свой код, вы написали какую-то фичу, вы даете свой код на ревью. Точно так же и здесь. При обучении я считаю, это еще более важно. Еще один момент хороших и классных курсов, когда кроме материала, который вам дается на занятиях, не о тех, кроме тех практических заданий, которые вы выполняете. Вам еще выдается подборка ссылок или информации для более глубокого изучения вопросов. Потому что на курсах в очень сжатые сроки не всегда можно глубоко вникнуть в какие-то вопросы. Поэтому даже после окончания курса или во время его, если у вас будет свободное время, вы сможете почитать и более глубоко разобраться в этих всех моментах. Можно ли обучиться фронт-энду самостоятельно? Да, можно. У меня это заняло очень много времени. Потому что, когда я начинал, курсов не было. Если бы я начинал сейчас, то однозначно бы пользовался курсами. А на сегодня все. Надеюсь, было полезно. Задавайте новые вопросы внизу в комментариях, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok